Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш курс, и сегодня у нас по плану поговорить о сфере КТР, сопряженной с тузами, в целом со всеми тузами, не только с тузом кубков, и, естественно, туз кубков как базовая основная карта нашей сегодняшней встречи. На самом деле я планирую растянуть некие такие экскурсы о сфере КТР на все три последующие встречи, поэтому не могу сказать, что я прям сегодня буду очень много говорить о сфере КТР, и, тем не менее, те ее аспекты, которые в наибольшей степени связаны с тузом кубков, мне бы хотелось обозначить, потому что, если вы почитаете литературу, даже такую магическую литературу, посвященную Святому Древу, я уже не говорю про Кашерную Кабалу, да, про Лайтмановскую Кабалу, там это, ну, совсем не для нас. Не могу сказать, что это плохо, это, наверное, хорошо, но это вот вообще не для магов-практиков, это вот там для тех, кто свято верит, чтобы отправлять какие-то ритуалы. Для магов-практика книги по Святому Древу, они все-таки другие. Это мистическая Кабала Диона Форчун, да, классика абсолютная, магическая Кабала Джона Боннера, книга по Кабалистике Гаррета Найта, то есть вот книги, авторы которых были маги, авторы которых имели прямое отношение к традиции, идущей от герметического ордена Золотая Заря. Эти книги, конечно, нужно читать, эти книги, они на самом деле читаются в тысячу раз легче, они ярче, интереснее, они цепляют и более понятны, так скажем, европизированному сознанию, потому что Кабала, она тоже разная, бывает иудейская Кабала, в это христианская Кабала, в это магическая Кабала, герметическая, какая там угодно еще. Мне бы, наверное, сегодня хотелось сакцентироваться даже не на магической Кабале, а на мистической, потому что, несмотря на тот факт, что, в общем-то, каждый из тузов в той или иной степени отпечатывается на древе жизни, а тузы, помните, это у нас, по сути, корни стихий. Даже, смотрите, название этих карт отличается от всех прочих рядоположенных. То есть, ну, допустим, двойка кубков, тройка мечей, четверка динариев, да, там указывается энное количество представленного на карте объектов. Энное количество предметов. А здесь называется туз. Не единица, да, кубков, не просто кубок, не один кубок, да, а туз, туз кубков. И вот эти корни стихий, они по-своему, в общем-то, отпечатываются на разных проявлениях древа жизни в целом, естественно, на сфере КТР в том числе. Но мне бы хотелось сегодня остановиться подробнее именно на связи и всего древа, и сферы КТР с мастью кубков. Потому что на этом меньше всего, как мне кажется, заостряют свое внимание маги-практики. В общем, представьте себе следующее. Что есть по большому счету древа жизни? Это 10 сосудов. Ну, в некоторых магических школах их 11, но если мы вернемся к сфере ЦРА, там, в общем-то, черным по белому сказано, да, не 9, а 10, не 11, а 10. Так что 10 сосудов. Сфера – это сосуд. Даже есть такое понятие, да, иудейское, шаверат хакалим, да, разбиение сосудов. Что происходит с этими сосудами? Некое запредельное божество, божество, не представленное на уровне обоплощенной реальности, божество, пребывающее где-то в Айнсов-Ау, в запредельном свете, да, за границей вообще человеческого восприятия, эманирует. Что такое эманация? В античной философии, философии, связанной с таким важным мыслителем, как Плотин, эманация – это истечение, истечение божества вниз до его кристаллизации в тварных объектах. То есть каждый объект, который имеем мы в руках, в том числе, там, наше физическое тело, это и есть конечная стадия материализации божества. Ну, вероятно, есть еще более низкие стадии, такие, как клепот в кабале, да, или там шлак, да, то, что философия сейчас называется шлаком, неперерабатываемый отход, некий конечный продукт материализации, который, в общем-то, ему часто отказывают в религиозном каком-то, в религиозной ценности, включенности в религиозный дискурс. Это нечто, что из него выпадает, потому что не получает обращенного движения вниз после материализации. Обычно предмет доходит до точки своей материализации, постепенно начинает разрушаться, и тем самым высвобождает энергию, и начинается снова процесс восхождения по древу жизни, и так до бесконечности. Ну, по большому счету, весь мир Богом творился, да, а человек начинает свой старт, начинает свой духовный путь со сферы Мальхуд, и постепенно восходит вплоть, там, до Катерии, докуда повезет. Таким образом, получается, все древо жизни, это 10 сосудов, 10 чаш, 10 контейнеров, по которым течет энергия божественная, которая в кабале называется мезла. Мезла, или божественный поток, он наполняет каждую из сферот. Именно это дает сферот, каждый из сферот раскрыться именно ее потенциальным качеством, и после этого переходит в следующую сферу. Так и вот, все те карты младшего аркана, которые мы будем с вами смотреть, они имеют отношение к этим сферотам. Какие-то там к высшим, какие-то к низшим, но сфера сама по себе это чаша. Это чаша, которая контейнирует в себе тот поток божественной энергии, который течет сверху. И в этом смысле каждая из сферот является абсолютным кубком над. Абсолютным кубком, который представлен, по сути, на каждом из уровней. И в этом смысле, конечно, туз кубков является как бы воплощением самой идеи сферот как таковой. А так как мы знаем, что кубки связаны еще и со стихией воды, это значит, что и сама по себе божественная энергия мезла, ее вот этот поток гибкий и пластичный, он тоже имеет отношение к масти кубков. Так и вот, к чему же тогда мы можем отнести масть жезлов? На уровне КТР. В прошлый раз мы с вами говорили о масти жезлов, о тузе жезлов. В каббалистике есть высшая форма души человека. Она называется ехида. Ехида, или божественная искра, вот она соотносится с тузом жезлов. Сама по себе сфера КТР, как и все нижележащие сферот, конечно, соотносится с тузом кубков. Более того, сфера КТР в наибольшей степени. Почему? Потому что до сфера КТР, она как бы наполняется тем, что идет не просто свыше, а идет вообще из другого измерения, трансгрессируя, преодолевая тот предел, который для нашего мира с нижней стороны, то есть в процессе восхождения, оказывается непреодолимым. То есть нам кажется, что вверх просто ничего нет. Поэтому сфера КТР называется, то есть ее изображали и лицом человека пополам, половиной лица. Половина лица, одна часть сокрыта, этого великого древнего, она называется великий древний, и великий лик также, но это половина лица, потому что второй половины лица просто нет. Но можем догадаться по половине лица, что вторая, вероятно, наличествует, но мы никаким образом не можем ее фиксировать. Таким образом, вот мы с вами получаем кубок, срезанную не сферу, а полусферу, которой половины ее верхней нет, и туда истекает, как будто бы из ниоткуда, вот этот ток божественной энергии, который далее будет созидать уже все подряд, да, то, как это структурно организовано. Помните, мы с вами до этого смотрели Старший Аркан, ну, правда, смотрели его в клепатической форме, может быть, когда-нибудь я вам прочитаю и не в клепатической форме Старший Аркан, это уже посмотрим, насколько кому интересно будет. Но все карты Старшего Аркана – это вот пути, по которым течет божественная энергиями зла. Сферот – это сами сферы притяжения, сферы напряжения, сферы определенных качеств. И вся эта структура, умопостигаемое древо жизни, она, конечно, соотносится с мастью мечей, с мастью руаха, с мастью сознания, разума, в различных формах разума. И то, к чему это все приходит, идея воплощения, идея конечной ступени, во имя чего это все осуществлялось, то есть тварный мир, будет соотноситься с динариями, с монетами, с мастью монет. Так что, видите, древо жизни, оно по-своему несет в различных срезах черты каждой из мастей малого аркана Таро. Но самая главная его часть – это сферот древа жизни. сферот появились раньше, чем пути, да, сферот самое важное изначально было, да, а сферот – это было вот святая святых, и они еще появились до того, как появилась модель древа жизни, да, то есть сефер и цера, там предполагалось, что сферот включены одна в другую, на самом деле. Вот, вот этот самый главный элемент древа жизни, он соотносится с мастью кубков. И он же в европейской уже мифической традиции соотносится со святым Граалем. Зачем нам это знать, и как это может нам помочь для понимания малого аркана Таро, и вообще масти кубков, как таковы? Здесь можно по-разному к этому подходить, но я бы хотел заострить ваше внимание на нескольких вещах, о которых обычно не говорят. Нам часто может показаться, что первичное, что некий исток, некая высшая точка – это что-то вот сверхсвященное, сверхсакральное, сверхбожественное. И в каком-то смысле это безусловно так, но не в том смысле, в котором мы обычно это себе представляем. Нечто первичное – это в то же самое время нечто сверхгибкое, сверхпластичное и сверхпростое. Я бы, наверное, для воплощения идеи сферы КТР и даже идеи туза-кубков в качестве метафоры привел вам жизнь простейших микроорганизмов. Представьте себе, мы привыкли, что такое живое существо, да? Ну, живое существо, у него, вероятно, есть какая-то нервная система, да, у него есть поведение, у него есть конституция, то есть способ его устроения, да, телесного и так далее. А теперь взглянем на этих самых простейших. Вот какую-нибудь там и в Глену Зеленую, которую все учили еще в школе. А что это вообще? Растение или животное? А вам никто толком не скажет, понимаете? Потому что, ну, вообще, учитывая тот факт, что оно может питаться фотосинтезом, и то, что у него вместо глаза вообще крахмалена, да, то есть вместо светочувствительного элемента кристалля, крахмала, то, наверное, если крахмал и фотосинтез, то это растение. Но, когда нету света, оно вполне себе так питается чем-то вот этим бульоном первичным, через рот, оно у него есть. И вроде как и животное, оно передвигается, да, у него даже орган для передвижения есть. Так что, вот это, когда полная, тотальная неразличимость, что это такое, и тотальная адаптивность. Выгоднее быть растением сейчас, хопа, растение, пожалуйста. Выгоднее быть животным, хопа, животное. И так, и так могу, и так, и так получается. У этих же самых простейших, посмотрите, как они могут размножаться. То есть, они могут делиться, тогда получается, одного и того же существа становится несколько. И делясь таким образом, по сути, оно является вечным, бессмертным. Те же, то есть, если какие-то эти существа просто делились и делились до бесконечности, то, по большому счету, те самые первые, эти простейшие, которые там появились после глобального оледенения, они до сих пор те же самые. Это же то же самое существо делится. С другой стороны, эти же существа могут размножаться и половым способом. То есть, только тогда они не размножаются. Мы привыкли, что половым способом именно размножаются, они могут объединиться вместе в одно более крупное, а потом разъединиться не по той линии, как объединялись. Таким образом, их станет, как было два, так и осталось два, но теперь оба из них обладают всем опытом, в кавычках, естественно, каждого из них. Вот эти чудеса, которые, на самом деле, наблюдаемы под микроскопом, которые изучает обычная наука, не метафизика, которые изучают биологи. Вот эти чудеса, это КТР. Эти чудеса, это Туз Кубков. Это абсолютное протеическое начало, тотальное протеическое начало и триумф жизни. Идея триумфа жизни, абсолютного триумфа жизни и тотальной приспособляемости. немыслимой приспособляемости. Представьте себе следующее. Ну, сколько нужно там вообще тысячелетий, чтобы какое-то существо адаптировалось каким-то процессом, увеличив там у себя количество, там, не знаю, условно говоря, там рук, ног и так далее. Ну, очень примерно, чтобы жабы отросли. Это нужно просто неимоверное количество времени. И в то же самое время у каких-нибудь амеб, вот, живет там у человека простая амеба где-нибудь в кишечнике, живет, живет, обычно она не поразит, есть не просит, никому, ну, вреда не приносит. А потом, хоба, что-то происходит, не знаю, температура у вас подскочила. У вас полностью там поменялся контекст. А для амебы это критично, для нее же это, по сути, полностью она как будто в другой мир переместилась, как будто мы с вами там на Юпитер бы сейчас попали. Ей что делать? Ей нужно приспосабливаться. И эта амеба, которая живет там один или два дня от силы, сама по себе, одна особь, если не делится она, она неожиданно становится другим видом. Вы понимаете? Она мутирует, она развивается в другой вид. Допустим, в дизентерину амебу. И вот тут у вас уже начнутся проблемы. То есть, вот это существо абсолютно протеическое может стать другим в течение там нескольких часов. Другим видом. Вот это вообще не укладывается в голове. Представляете, чтобы собака бы взялась в слона превратилась. Вот это тот уровень адаптивности, о котором нужно говорить, когда мы говорим о Тузе Кубков. Понимаете? Вот это тот уровень гибкости, пластичности и абсолютного триумфа жизни. И в этой связи, конечно, мне кажется, что логичнее отсылать к истоку жизни, к истоку вот этим, к первичным, простейшим этим организмам, чем представляет там себе Иисус Христа и Дева Марии. Понимаете? То есть здесь нужно, чтобы было священное не то, что вот с нимбом, да, а священное, как то, благодаря чему мы в принципе существуем. Вот это, оттуда все началось, и оно неизменно, оно никуда не делось, ведь эти первичные организмы, они как появились, так и есть, они никуда не делись. Хотя из них развелись и мы с вами, в какой-то степени мы, то есть каждая наша клетка тоже является наследницей, да, этих самых одноклеточных. Но мы это мы, а они это они. И степень гибкости, адаптивности, на самом деле, у них несоизмеримо выше, чем у человеческих существ. Хотя человеческое существо, конечно, намного сложнее, но сложнее, значит, на древе жизни это значит ниже. Вот это нужно понимать. То есть, самое, на самом деле, сложное, самая многогранная, самая многоуровневая карта по интерпретации это десятки. Десятки это мир Мальхуд, десятки это наблюдаемый нами мир, десятки это мир воплощенный. И вот десятки это, по сути, вот наш гуф, тело, да. Тело, как оно организовано, оно, конечно, безусловно, в тысячи раз сложнее организовано, чем амеба, инфузория или эвгленно-зеленая. И в то же самое время мы абсолютно уступаем тем существам, которые, как маги, могут трансформировать свое тело, которые обладают вечной жизнью, которые могут делиться, могут сливаться, все, что угодно в их руках. Даже рук-то у них нет, и все равно весь мир им подвластен, по большому счету. Вот эти чудеса и, мне кажется, нужно поставить в углову угла, когда мы начинаем разговор о вершине древа жизни. Понятно, что это метафора. Не нужно думать, что если вы в микроскоп там разглядите Евглену, что вот это и есть КТР. Ну, это было бы по меньшей мере глупо. Но, вы знаете, если мы взглянем на классические структуры древа жизни, классическое это не так, которые привыкли, классическое это вписанные друг в другу окружности, то в центре сакральное, самая сакральная точка это КТР. И вот это самая сакральная точка, самое маленькое ядро, которое находится где-то в середине, оно все-таки тоже, как ни крути, отсылает какой-то микрожизни, первичной жизни, из которой разрастаясь произошло все то многообразие, которое мы с вами знаем. Так же, как из первичных составляющих, из водорода, из молекул образуются все элементы периодической системы Менделеева, и из этой периодической системы Менделеева образуется весь наблюдаемый нами мир. Это тоже КТР. Вот тот уровень, на который я бы хотел вас направить, сместить точку вашей сборки относительно Древа Жизни, немножко в другой ракурс, чем привыкли об этом говорить. Другое вы прочтете у той же Дионы Форчун. Кстати, искренне рекомендую, великолепная книга, если вдруг кто-то не читал, то мистическую каббалу Дионы Форчун просто в обязательном порядке. Во-первых, это маг настоящий, во-вторых, она была писательница, а это значит, что она владеет словом прекрасно, и, конечно, то, как она представила Древо Жизни, ну, очень мало кто мог так сделать, там, очень ярко, эффектно, и именно эмоционально, что тоже отсылает нас к Тузу Кубков. Но если кто-то захочет уже разбираться во всем символизме, то для тех рекомендую также Боннера, «Магическая каббала» Джона Боннера, автора Ивиа Таро знаменитого, то есть известный таролог, очень серьезный маг, интеллектуал. А вот сторону прям вот деталей, не знаю, не каждый потянет, наверное, Гарретта Найта, но можно и Гарретта Найта почитать его каббалистические студии. Он прежде всего «Форчун» и Боннера. Я же вообще не буду повторяться, я не буду с ними пересекаться и где-то какие-то вещи повторять, которые у них прочел. Мне кажется, что тот, кто захочет серьезно разобраться с картами, просто эти книги обязан прочесть. Ну, в лучшем, в самом страшном случае вы 2-3 дня потратите очень тоненькие книжки, которые легко читаются. Мне бы все-таки хотелось говорить о таких вещах, о которых в книжках не пишут. Это один момент. Следующий момент, который я бы хотел сегодня заострить, это момент, связанный с другим аспектом кубков, масти кубков. Что есть масть кубков? Масть жезлов это то, что нас воспламеняет. то, что идет по большому счету как будто бы извне, даже когда идет изнутри, потому что божественная эхида, то, что мы считаем центром своей души, она нам не принадлежит. Это часть Бога. Поэтому это тоже как бы идет извне, просто трансгрессирует. Представьте себе, в общем-то, метафора, она очевидна. Мы можем отличить там то, что нас наполняет от того, что нас воспламеняет. Так вот, тут жезлов это то, что нас воспламеняет, возжигает. А воспламененные мы всегда стремимся к тому, чтобы это избыть. Но представьте себе пост, опять же, физический пример. Вы прикасаетесь к чему-то горячему. Что нужно сделать, чтобы у вас пальцы не болели, чтобы не было нанесено им какого-то особого вреда. Нужно срочно вобранное это тепло избыть, прикоснуться ко льду, чтобы был отток этого горячего в сторону. Вот то же самое происходит при прикосновении к тузу жезлов. Он нас возжигает, и мы это избываем вовне некими социальными свершениями. Это и есть природа масти жезлов как таковая. Помните, с чего начинается Ницшевский Заратустра? Он пришел в мир, потому что он не может это уже в себе держать. Он был возжжен вот этой божественной искрой, и теперь он хочет передавать это тепло другим. Казалось бы, что вот он такой труист и все такое, но ничего подобного. Человек, которого осеняет искра, в которого попадает божественная искра, он идет ее транслировать, проповедовать, не потому, что он такой большой филантроп, а потому, что если он ее не поделится ей, он сам выгорит весь. Этим заканчивается в общем-то мазь жезлов. Помните, основные базовые значения карт, десятка жезлов это выгорание. Если вы не сумеете избыть эту божественную искру, она это колоссальное сияние, это просто молния попадающая в человека. Если он не сумеет избыть, он сгорит, выгорит. Что же в таком случае у нас масть кубков и туз кубков, который репрезентирует масть в целом. Это то, что нас наполняет. Чувствуете принципиальную разницу между другим? То, что нас возжигает, это нечто активное и требующее активности в ответ. это то, что требует от нас социальной включенности и трансляции вот этого возжженного пламени, передачи его. Как раньше пламя брали у соседей, пламя нельзя было просто так, пошел огнивым рожок, костер. Это было преступлением. Человек, если у него потух огонь, должен был идти к тому, у кого горит огонь, и взять оттуда и принести этот огонь взамен тому огню, который потух. Вот эта же идея, говорят, сакральная идея, она свойственна тузу жезлов и масте жезлов в целом. Даже нельзя было, то есть, ни в одном языческом сообществе, да, там запрет на то, чтобы в одном доме разжигать два огня. То есть, если вам нужно две свечи, вы должны эту, этот огонь умножить, то есть, взять свечу и зажечь ее от свечи истока. Это же до сих пор распространена идея и в ритуальной практике. Вы зажигаете свечу истока, это единственная свеча, а от нее вы можете умножить другие огни, но это один и тот же огонь. Два огня в одном доме, это будет совсем другая у нас история, это будет у нас клепот, а соотносящаяся со сферой КТР, изнанка сферы КТР, враждующие головы. Что же такое КУБОК? КУБОК это то, что нас наполняет. ТУЗ КУБКОВ, мы и есть по большому счету ТУЗ КУБКОВ в той или иной степени. Чаще всего плохой ТУЗ КУБКОВ. Хороший ТУЗ КУБКОВ, человек как эталонный ТУЗ КУБКОВ, это тот, кто является новыми мехами для того самого вина, вина, которое активно рекламировал Иисус Христос в Новом Завете. Помните это высказывание его, что не гоже новое вино наливать в старые меха. Почему? Почему не гоже? Какое это имеет отношение к ТУЗу КУБКОВ? Мы с вами всегда чем-то наполнены. Мы наполнены неким опытом. Этот опыт, опыт, относящийся к Масте КУБКОВ и к ТУЗу КУБКОВ в частности, это опыт некогнитивный, это непонятивный опыт, это опыт, который не может быть поверен руахам, поверен нашим разумам. Это опыт эстетический, это опыт чувствования, предчувствия, это опыт, сопряженный с нашей эмоциональной сферой, опыт всегда конструктивный. Конструктивный не значит, что он хороший, а опыт конструирующий нас как личности. Это опыт, который созидает всегда нас самих как таковых. И это опыт, который способен нас наполнить. Но так как мы наполняемся подобными опытами постоянно к моменту, когда человек начинает впервые задаваться вопросами на тему «А кто я? Зачем я? Зачем мне это надо?» И вообще пытается понять, ответить на базовые, фундаментальные вопросы какие-то личные свои магической биографии. К тому моменту обычно человек, но если уже не полностью заполнен таким опытом, то заполнен им в большой степени. Все вы знаете, что идеальный возраст для того, чтобы человек начал свою подлинную духовную трансформацию это возраст Сатурна примерно 29,5 лет. С этого момента человек начинает постепенно осознавать себя, включаться в свой магический поток и так далее. И к этому времени человек уже отучился в школе, в вузе, возможно, защитил диссертацию, занимается какой-то научной или творческой деятельностью. Он уже полон. А теперь он встает на путь познания себя и пытается вместить в себя Бога. Представьте себе такую метафору. Вот есть у нас кружка. Представьте себе, что она была бы не пустая, а вот наполовину уже заполненная. И там бы была всякая ерунда. Какую-то ерунду в нас там вливали допустим родители. В кого-то может не ерунду, это как повезет. Какую-то ерунду уже гарантировано, что ерунду нас вливали в школе, в телевидение, медиа. Там родственники, не родственники, друзья, враги и так далее. И человек приходит к точке своей первой духовной трансформации, наполненной кучей всякой разной ерунды. А теперь представьте, что мы вот сюда нальем немножко нефти, немножко воды, немножко каких-нибудь духов, одеколона и жидкости для прочистки труб. И после этого мы туда начнем лить божественную амброзию. Вот вы вкус этой амброзии почувствуете? Нет, не почувствуете. И это ключевая проблема как в понимании туза, так и в становлении человека как личности, которая хочет встать на путь духовного развития. То есть первая стадия ключевая она на самом деле сопряжена с самой верхней точкой. И вот в этом парадокс. То есть получается человек, который хочет творчески развиваться, он как бы снизу идет вверх. А человек, который мистически хочет развиваться, одно без другого на самом деле невозможно. Ему нужно как бы начать сразу с КТР. Именно с туза. Понимаете? Потому что если вы не приуготовите себя как чашу, не выльете все нафиг из своей души, то все, что в вас будет вливаться сверху, все, что в вас будет идти от КТР, да, и даже от АИНСОВ, оно ни к чему хорошему не приведет. Потому что это рано или поздно все равно придется сливать. Даже если там несколько капель останется, той лабуды, которая там была намешана, то никакая божественная абразия это не сможет покрыть. Чаша должна быть полностью пустой. Поэтому Христос и говорит о том, что негоже наливать новое вино в старые меха. Не только потому, что старые меха могут лопнуть и все вино разольется, но и потому, что это уже старые меха. Понимаете, раньше что такое меха? То есть вино вы там подержали, даже если вы слили и вам показалось, что вы несколько раз прополоскали, все равно в этих старых мехах уже идут процессы гниения. И новое вино заливаете, оно уже в общем-то не будет хорошим вкусом обладать, оно все равно будет с гнильцой с такой. И вот этот миф, он, наверное, это притча, точнее, она является своего рода визитной карточкой для пуза кубков, который, по большому счету, является также наглядной аллегорией для сферы КТР в целом и для начала духовного пути индивида. Но если мы пойдем по тузам кубков подробно, именно в исторической перспективе, то первая версия вообще туза, она совершенно иначе выглядела, чем вы привыкли. Это был вовсе не кубок, это был фонтан. Вот так эта карта выглядела. Вы видите, это фонтан вечной молодости. В аналогичном же фонтане происходили метаморфозы, описанные Юнгом в знаменитой статье о переносе, которая основана на анализе алхимических гравюр. И соответственно, что это за фонтан? это фонтан вечной молодости, фонтан вечной жизни, фонтан очищения. Вы видите, здесь струи, которые льются сверху в вечно неоскудевающую чашу. И чаша никогда не является, не переполняется и никогда не оскудевает. и это в то же самое время не просто два потока. Это два священных потока, сопряженные со струей жизни и смерти. Ведь что такое сфера КТР? Трансгрессия от Айнсов в сторону КТР и дальше все это становление Дамальхуд это сфера жизни. Но выход за пределы КТР в противоположную сторону для нас равно умиранию. Что это на самом деле мы не знаем. Но для нас это равно умиранию. Представьте себе водное колесо. Вот колесо вращается в воде, а мельница мелится. Так вот, лопасть колеса мы видим ее пока она находится над водой. Как только она пропадает из виду из нашего уходит под воду, мы ее уже не видим. Для нас она умерла. А теперь представьтесь, что мы аквалангист, мы сидим под водой в маске и в этот момент, когда лопасть как раз переходит в воду, она рождается для нас в воде и исчезнет тогда, когда выйдет за пределы воды и окажется на воздушной сфере. Возможно, здесь тоже действуют такие же механизмы. Возможно, нет. Но КТР это не только высшая точка жизни, начало жизни как таковой, но и, безусловно, точка смерти. Поэтому жизнь и смерть здесь очень плотно пересекаются, очень плотно переплетаются. И во многих современных колодах эта идея обыгрывается, где то череп изображается то, изображается чаша с ядом или чаша, напоминающая песочные часы, что время истекает, время исчезает. На самом деле, идея времени очень тесно связана с идеей воды как таковой. Опять же, современному человеку это не очень легко принять и понять. Для нас часы это вот часы электронные, часы механические, может быть. А может быть, кто-то видел часы солнечные. Ну, на самый худой конец песочные часы. В общем, даже в медицине до сих пор используются, по крайней мере, на сеансах физиотерапии. Но самые первые часы в истории были другие. это водные часы. Когда говорят много воды утекло, подразумевается много времени. А первые часы это клипсидеры. Первые часы это водные часы. Поэтому, когда мы говорим о масти кубков, это водная масть, нужно говорить не только о некогнитивном непонятейном опыте, всем том опыте, который относится к сфере чувств, которые нас наполняют. которые мы можем контейнировать, то есть вместить в себя. Но в то же самое время нужно говорить еще и о времени. Ибо все, что нас наполняет, наполняет нас во времени. Божественная искра, возжигающая нас в тузе жезлов, она находится еще как бы вне времени. Да, безусловно, для социальных свершений человеку нужно время, но потом. Сейчас момент возжигания это находится вне времени, там секунда равна тысячелетиям. Для кубков это момент принятия, момент нахождения, момент вмещения в себя. Это всегда происходит во времени, как правило, на длительном количестве времени. кубки также это и религиозный опыт, в самом широком понимании этого слова, от опыта мистического, может быть христианского, может быть любого другого, от опыта дионисийского, он, Дионис тоже, да, связан с виноградом, ну вот, как и Христос со всеми своими бесконечными притчами о винограде. Тоже, кстати, Дионис ведь еще и Божество воскресающее, умирающее, воскресающее, как Христос. Но, помимо всего прочего, туз кубков, он еще и связан с медитацией, с созерцанием, ибо созерцание, как пустоты, так и какого-то окружающего, окружающих предметов, вне зависимости каких-то внутренних или внешних, это внещение, впускание в себя того, на что мы нацелены. Так же, как медитация на пустоту, это опорожнение сосуда за счет впускания в себя пустоты. Мы не можем добиться того, чтобы наше сознание оказалось полностью чисто, но мы можем впустить в себя пустоту, как допустим, представьте себе, что мы бы не могли перевернуть эту кружку и вылить из нее там все. Как бы нам пришлось поступать, чтобы мы оттуда все убрали? Ну, можно включить мощный напор воды, чтобы эта кружка переливалась, оттуда все бы выходило, 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 и даже если там что-то будет тяжелое, тяжелее воды, в общем-то, оно все равно рано или поздно выйдет, если напор воды будет достаточно сильным. Вот примерно то же самое происходит с человеком в медитативной работе. Почему на самом деле так важна медитативная работа именно на первых этапах становления мага или мистика? Я помню, как я начинал, для меня важнейшими медитациями были не только медитация на пустоту, но и медитации татвические. Вот эта работа, работа впускания в себя чего-то одного, что наполняет себя без остатков, унося все остальное, никаких мыслей, никаких чувств, ничего другого, вот это тоже туз кубков. Туз кубков не противоречив, в нем всегда одна идея, это нечто высшее, выше, чем рах, некий один однородный опыт, тот опыт, который нас созидает в новом качестве. Почему? Потому что до этого, когда мы были наполнены не пойми чем, по большому счету мы даже не могли понять, а где наши стенки, каковы стенки нашего сосуда, если он был залеплен всякой грязью. но когда мы прорабатываем это с медитацией, мы очищаем наш сосуд, и очищенный наш сосуд проявляет свои очертания, свою форму, и мы начинаем осознавать наши границы, мы начинаем понимать, как мы организуем. И это очень важно, и это связано с тузом кубков. Еще одна интересная идея, сопряженная с тузом кубков, это то, что вода имеет такую особенность, что вне зависимости от того, в какой сосуд ее нальют, она примет форму этого сосуда. Одна из самых лучших и самых простых визуальных форм объяснения природы туза кубков, это следующее. Можете проделать дома самостоятельно, вне зависимости от того, что это очень простой эксперимент, лучше один раз его физически сделать, внимательно посмотреть, и вот после этого, понимаете, здесь нужно, чтобы не руах действовал разум, а опыт, который у вас будет. Возьмите четыре максимально контрастных сосуда. Можете прозрачный, непрозрачный, я прозрачный права. И налейте, надо наливать столько воды, чтобы у вас нигде не пролилось, ну, ну, половину хотя бы каждого из них. Налейте в один только из них воду, потом перелейте в другой, потом в третий и в четвертый и зафиксируйте для себя, что каждый раз вода, переливаясь тот сосуд полностью покрывает его форму. Повторюсь, на уровне сознания это примитивно, вы скажете, что я ерунду какую-то говорю, неинтересно, что мы это так в голове представим. Это на уровне сознания. А здесь на уровне сознания не работает, вы понимаете? Поэтому здесь нужен опыт. И проделав этот опыт, вы почувствуете, представьте себя этой водой. А представьте ситуации, в которые вы включаетесь, в которых вы бываете в своей жизни этими сосудами. И попробуйте в этих ситуациях таким образом поступить, чтобы точно, аккуратно описать стенки этих сосудов ситуаций. Настолько включиться в них, что полностью им соответствовать. Безусловно, на каких-то низких формах проявления в нашей жизни это приводит к не самым лучшим вещам, которые мы называем конформизмом, приспособленчеством и так далее. Но заметьте, в эволюции и в целом в эволюции и в эволюции человеческих существ в частности, важны две ключевые идеи. Первая из них это поддержание жизнеспособности вида как такового. Это будет сопряжено с тузом жезлов. Это порыв вовне, это стремление к чему-то новому, еще неизведанному, реализация, несмотря ни на что, даже если человек сгорает в этом опыте, он приносит пользу. То есть это человек абсолютно нонконформистский, это революционер, да, это взрывная личность, не идущая ни на какие там полумеры. но он либо совершает некий подвиг, либо он просто саморазрушается, потому что не хочет приспособленчеством заниматься. Какая от него польза? Ну, если он выбрал путь совсем непутевый, то может быть польза, чтобы другие так же не делали. Если его путь принимается другими, так скажем, как идеал, но все равно ему никто не следует, по крайней мере он сдерживает излишний конформизм. Но в каких-то критичных случаях, когда весь мир меняется, по его пути могут и другие пойти. То есть подобные вбросы в разные стороны, экстатические вбросы человека спички, да, человека, который сжигает себя несмотря ни на что, они позволяют выживать всему человеческому сообществу в целом. Это один тип, на котором основана эволюция. А второй тип, на котором основана эволюция, это личное приспособление, выживание человека, адаптирующегося в ситуациях. И это как раз шестерки, приспособленцы, конформисты, да, на самом деле быть шестеркой далеко не у каждого получается. кто-то и хочет леща кому-то подкинуть, а получается все не в попад. Вот, то есть полный приспособленец, как бы мы его там с вами не осуждали, но ему-то выгодно, правильно, если он при всех, так сказать, режимах уживается, значит, ему хорошо. И это другая форма, это форма личной адаптации, это тоже партеическое начало. И вот оно будет вытекать как раз из масти кубков. Все ниже лежащее мечи, динарии, это лишь варианты двух первичных мастей огня и воды. И все многообразие мира, и все многообразие нас, с вами, каждого из нас, состоит из этих элементов. Из элемента абсолютно несгибаемой, без там компромиссной божественной искры и полной адаптивности на уровне кубков. Как та вода, которую вы переливали из сосуда в сосуд, и она полностью соответствовала любому из кубков, какой бы причудливой он ни был формы, это может быть самодутое стекло, какое-то самое там вычурное, и все равно он займет все пространство. То же самое может сделать и человек. И в качестве опыта, не в качестве идеала для жизни. В качестве идеала для жизни вообще по-хорошему конечно каждый должен сам выбирать как там ему жить. Мне там ближе огненная стихия, кому-то ближе кубочная водная стихия. Но в качестве так сказать работы над собой вот хотя бы пару раз попытаться полностью вписаться в ситуацию, во всем соответствовать ей. Это полезно, чтобы вы поняли, что такое протеическое начало, на котором держится и масть кубков в целом, и туз кубков частности. Но пойдем дальше, посмотрим, как изображались тузы в следующей колоде исторически, хронологически. Это у нас колода Соло-Буско. Вот так она выглядит. Что мы здесь видим? Вверху три ангела сидят на большом-большом кубке, и внизу его был какой-то герб, но он, к сожалению, втерся. Не суть важна какой там герб, тут здесь видно, что никаких там особо знаков не было. Вот, здесь важнее скорее надпись. Здесь написано Трахор Фатис. Да? Ну, Трахор Фатис. Это значит судьба играет. Ну, здесь можно было бы опять же подумать, что речь идет о каком-то фатализме, что все предрешено, вот, и что это колесо фортуны, но на самом деле это не совсем так. Судьба играет, нужно понимать, более оптимистично. То есть, судьба действительно играет. И бог это играющий ребенок. И мы видим вверху триаду ангелочков, триаду божественную. Один из них льет воду, от воды времени, и два других играют, один на струнном инструменте, другой на духовом. Очевидно, один на лютне, а другой на цинке каком-нибудь. Что это за карта, и как ее можно трактовать? Эта карта говорит нам о том, что все есть поток божественной энергии, который не сходит свыше, и он не имеет смысла. это детская игра. Троица, которая, кстати, точно соотносится с Катер, то есть Троица божественная, христианская, это Катер. Так вот, Троица это не обязательно какой-то там старый дед на троне, понимаете? То есть старый дед, потом сын его тоже не очень молодой, и Святой Дух с непонятным возрастом, да, тоже, очевидно, не очень молодой. Нет, здесь Троица это три ребенка, крошечных ребенка, которые просто вечно играют, вечно юные, для которых нет времени, и они бесконечно творят сами себя. Как помните это самое там, амеба или в Гленна делилась, она постоянно юная, она делится, делится, то, что отмирает, оно отмирает, оно уходит куда-то, она бесконечно перерождается, это одна и та же. И здесь воды бесконечно текут, музыка бесконечно звучит, и все, что окружает нас, есть этот танец божества. по большому счету вообще нет ничего, кроме тела Бога, да, все мы части этого тела, все, что мы созерцаем, является им, этим потоком, в который мы включены. И это очень важно, понимаете, если мы будем делать ставку на восприятие всего окружающего, как физических объектов, то есть плотных, крепких, ну, вот есть у нас крышка там от видеокамеры, вот, она достаточно плотная, и так, если хорошо трескнуть, убить можно. Но это тоже поток, просто он для нашего очень ограниченного количества времени, которое у нас отпущено, кажется твердым, потому что мы не можем наблюдать за жизнью этой крышки на протяжении там пара миллионов лет. А что такое пара миллионов лет для Вселенной? это вообще ни о чем, понимаете? Это просто миг, щелчок пальца. Тем не менее, если мы будем даже смотреть под микроскопами, эту крышку, да, под современным, то мы тоже увидим, что там много чего движется, все есть поток, ничего твердого нет. Если мы трактуем весь мир как мир твердых конкретных вещей, мы трактуем его с позиции дисков, динариев. диски, динарии, и кубки очень близки друг к другу. То есть и там, и там речь идет о неком контейнере, неком сосуде, но сосуд этот разный. в кубках все делается упор на подвижность, на поток, на движение. Движение есть во всем, все движется. Если бы ничего не могло двигаться, то магия была бы невозможна. Что такое магия? Почему маг действительно может заставить физический объект измениться? А я такое, простите, видел. Я такое делал. Я знаю, что это такое. Ты не веришь в то, что оно тут происходит на твоих глазах. И тем не менее, оно происходит. Вот это и есть переход от диска к кубкам. От масти, от стихии земли к стихии воды, от стихии плотности вещи к стихии потока и трансформации. А поток во все что угодно может превратиться. На этом же алхимия основана, понимаете? Нельзя одну вещь перевести в другую. Нельзя серебро сделать золотом. Это невозможно. А вот серебро довести до состояния первичного потока, до состояния прима материи, можно, как и любой другой объект. А из прима материи можно сделать все что угодно. Вот тайна кубков, понимаете? Вот тайна и природа их. Мыслить все окружающее именно как поток, как то, что льет божество. И льет оно, заметьте, по-разному. Оно льет и вот этот поток временной, и оно льет музыку. Но это не та музыка, которую вы включили и слушаете. Это музыка, пронизывающая все живое. Это музыка сфер Пифагора, как первичная составляющая, пронизывающая все и вся на уровне числа. Но в то же самое время это может быть и обычная музыка, как частичный, как частный случай проявления того же самого. То, что способно нас наполнить. Ведь если вы полностью отдаетесь произведению искусства, как это представлено там в таких отклонениях, да, как синдром Стендаля, вот, когда человек полностью наполняется каким-то произведением искусства и уже забывает вообще о том, кто он, где он, зачем он, да, он полностью наполняется там картиной или романом, пьесой или музыкальным произведением. Вот в таком случае, конечно, и обычная музыка становится божественным потоком текущим сквозь нас. Сквозь нас течет огромное количество подобных потоков и все, что окружает нас, это не только предметы, но и поток. Когда мы говорим о кубках, мы говорим о потоке. Это ключевая идея для этой масти. Сам по себе культус кубков, понимаете, практически ничего не значит, так же, как культус жезлов. Это отсылка к самой масти, к масти кубков, отсылка к самой стихии воды. Это высшая точка. Высшая не значит, что самая-самая там лучшее, выше, наиболее общее, охватывающая все проявления масти кубков как таковой. Все последующие карты это отдельные частные случаи масти кубков. Когда вы вытаскиваете туз кубков, это значит, что в ближайшее время будет доминировать именно эта сфера вашей жизни. Вам нужно включиться в поток, вам нужно ощущать окружающие ситуации не как какие-то жесткие костные, а как максимально подвижные. Вам нужно включить в себе протея, вам нужно тренировать себе протеическое начало, потому что на самом деле нам всем свойственно калипетизация, нам всем свойственно костенеть в каких-то привычках, взглядах, то есть очень сложно бывает взглянуть на ситуацию по-другому и очень сложно самого себя постоянно перестраивать, переделывать. Смотрите, многие люди ходят в одном и том же облике имиджа безумно долго, многие люди предпочтения отдают такой-то форме одежды или такому-то распорядку дня, считают, что очень хорошо, если он у вас всегда одинаковый. Да нифига подобного, понимаете. очень нужно уметь быть гибкими. И это очень сложное искусство научиться претерическому началу, научиться изгибать себя. Есть техники, их много, я над собой подобные экзекуции периодически проделывал, но это очень сложно. И вот когда вы вытягиваете масть кубков, это говорит прежде всего о том, что вам нужно включить своего внутреннего протея, вам нужно научиться приспосабливаться, чувствовать поток и ставить вашу интуицию, ставить ваш вот этот некогнитивный опыт выше, чем суждение вашего разума. Но, помимо всего прочего, эта карта также говорит и об определенной доле пассивности. Хотя эта пассивность очень специфична. Просто то, что называется в эзотеризме активностью, это активность, которая направлена скорее вовне, чем вовнутрь. Когда мы говорим о пассивности, это не значит, что там лег на диван, поднял руки, ноги вверх и изображаешь тухлика. Нет, пассивность это тоже активность, но это активное при уготовлении себя к вбиранию того, что идет свыше. Не случайно на этой карте, на пузе кубков, очень часто изображался лотос. Мы будем с вами говорить, когда о Таро Тоте, Алистера Краули, все помнят, что там изображены лотос. Это тоже не случайно, да, тысячелепестковый лотос, это сахасрара. Это высший кубок, который есть у человека. Ну, чакры это те же самые сферот, да, только в другой традиции, их там другое количество, но это не имеет ни малейшего значения. По сути, это то же самое, и это тоже кубки. И вот, когда человек доходит до высшего кубка, этот кубок наконец-то наполняется. И на самом деле, все эти тренировки, чакры, проработка, пока человек не дойдет до уровня сахасрары, у него эти кубки не работают. Там нечем, там внутренние ваши соки варятся, как, помните, эти были там, при советской власти, сейчас, наверное, еще есть там всякие, рыбы там в собственном соку, или какой-нибудь там трубач в собственном соку, вот, консервы такие. Вот человек, который не дошел до уровня сахасра, он мне напоминает вот эту консерву, кальон варится в собственном соку. Но, когда он доходит до высшей чакры, это не значит, что его, на этом его духовный рост закончен, и он там святой и просветленный. Нет, с этого он только начинается, духовный рост. Так вот, когда дотуда доходит, у него открывается этот тысячелепестковый лотос, и в него впервые начинает литься божественный поток свыше. И он постепенно начинает умывать другие сосуды, другие чакры. Вот тогда человек начинает становиться тем, кем он есть. И вот этот акт принятия, к нему нужно себя очень сильно готовить. Вот, себя нужно, так же, как себя нужно готовить к принятию произведений искусства, иначе вы просто не увидите. заря время потратили, да, там, посмотрели фильм, послушали оперу. Если вы себя к этому не приготавливали, ну, просто угрубили три часа времени. То же самое и здесь, только времени соизмеримо больше, чтобы превратить себя в сосуд. помните наиболее выдающихся деятелей духовной сферы иногда называют сосудами. Данте так называл святого Павла, к примеру. Человек, который сумел вместить в себя настолько много, да, Бога, насколько это только было возможно. поэтому здесь это можно и в христианство отнести, можно отнести к индуизму. Тут, естественно, вспоминаются вообще все традиции Бхакти. Все, что связано с Бхакти-йогой, это будет Патузу Кубков. Потому что Бхакти это не любовь. Иногда пишут, что вот Туз Кубков это любовь. Нет, любовь, когда два кубка переливаются один в другой, это два кубка. Любовь это все-таки в Практи да, Практи это Туз Кубков и это любовь, но это любовь другого плана. Это когда человек настолько любит божество, что полностью готов открыться ему и он омывает с энергией, которая идет и свыше. Бог не может вступать в отношения с человеком, я имею ввиду не богов, а некую высшую сущность, если угодно, исток, стоящий за всеми богами, если говорить политоист. Так вот, этот исток не может вступать с нами на отношения любовные по двойке кубков. Это только Бхакти, это только Туз Кубков. Вот. Потому что исток изливается как бы из небытия. Мы не видим второй составляющей, мы не видим второй чаши. А для того, чтобы состоялась двойка кубков, должны быть две чаши. что у нас по плану еще, что я хотел вам показать, но обязательно посмотрим Кроули, это как бы очевидно. А, вот, я как раз говорил вам сегодня, только сейчас, только про любовь. вот в знаменитой колоде в Таро Барбар Рокер, одна из наиболее, так сказать, эффектных колод, когда их еще было не так уж много, когда их каждый там десятый гражданин Европы не нарисовал свою колоду, да, то вот эта колода была знаковой. И здесь как раз изображено то самое колесо, про которое я вам сегодня рассказывал. Здесь изображена русалка. Почему русалка? Потому что протеическое начало. Кто есть протей, как не русалка, да, или русалка, да, то есть это может быть женщина, мужчина и так далее. И здесь еще очень важно то, что карта называется любовь. Но прошу не путать, не нужно думать, что если вы вытянули эту карту, то она сопряжена с любовью человека к человеку. Нет, это пхактика. Хотя так как кубки имеют туз кубков, имеет отношение ко всем нежележащим кубкам, он имеет безусловно отношение к двойке кубков, которой есть любовь человека к человеку. Когда вы вытаскиваете туз кубков, это значит, что в ближайшее время в вашей жизни будет доминировать чувственное начало. И если оно будет воплощено в жизни в виде любви человека к человеку, то никакого противоречия не будет. То есть туз кубков может отыгрываться и как двойка кубков. Туз кубков может отыгрываться как пятерка кубков. Вы разочаруетесь во всем. У вас будет просто лютая боль душевная от того, что ваши кубки опрокинуты. Они опустошены, они разбиты. И это тоже чувство, это тоже опыт, жгучий опыт, хотя опыт едкий скорее, кислотный, разъедающий нас. Либо вы можете быть полностью поглощены иллюзиями, такими тошнотворными, которые свойственны семерке кубков. И это тоже туз кубков, потому что туз кубков, в нем все кубки содержатся. Поэтому когда вы вытаскиваете туз кубков, может быть это будет любовь, а может быть это будет разочарование, может быть у вас будут глюки, как в десятке кубков вы это помните изображено, да, там кубки летают, радуга светит, люди радуются чему-то. Вот свершение всех желаний, такая галлюцинация, что нужно голопередол уже давать, все. Но это тоже туз кубков. Туз кубков это сверх широкое представление. Это значит, что в вашей ближайшей жизни будет доминировать не социальная сфера, не сфера разума, не сфера тактильная, не сфера материального бытия, представленного конкретными вещами, а будет доминировать сфера внекогнитивного опыта, который обычно у нас связывается с эмоциональностью, хотя он далеко выходит за пределы эмоций. Например, эстетическое чувство, да, оно может быть и внеэмоционально. Это любой внекогнитивный опыт, который мы ощущаем, как наполняющий нас начало, и в процессе этого наполнения перестраивающие нас самих. Знаете, можно сопоставить, но с большой осторожностью. Испытывание человеком состояние туза кубков с построением раковины у каких-нибудь или у простейших, они, кстати, тоже строят раковины, или у головоногих. вне зависимости, там, и речь идет о микроорганизмах или там организмах покрупнее, типа улитки, да, какой-нибудь. Вот построение раковины это тоже процесс как раз не по динариям, с очень ограниченной стороны, а прежде всего по кубкам. Почему? Потому что чтобы построить эту самую раковину, нужно улавливать из внешней среды вот эти элементы и выстраивать их для того, чтобы менять себя, увеличиваться, то есть расти. Но расти и физически, существо такое, типа там улитки, оно растет физически, это будет, конечно, относиться прежде всего к мастетисков. Человек растет духовно, но он выстраивает себя таким же образом. Из того, что плавает в окружающей духовной сфере, нужно научиться разглядывать эти точки, собирать их в свою раковину и созидать свой сосуд, чтобы он становился больше, 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 и каждый раз вы можете вместить в себя больше и больше. Я вам покажу просто сейчас на эту тему карту из Старо-Хайдля совершенно гениальная карта. Вот. Вы видите как раз такой спиралеобразный сосуд, сосуд, по сути, как у моллюска. Каждый дополнительный виток спирали увеличивает объем того, что вы можете в себя вместить. Вот этот процесс, это и есть созидание своего сосуда, который становится первостепенной задачей на пути осознания пуза кубка. Чтобы каждая божественная капля, которая летит свыше, не пролилась. Если ваш кубок уже полон, вы не сможете вместить больше божества, но если каждый дополнительный виток вы будете строить, то вы сумеете вместить больше, 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 и этому нет предела. Вот это и есть внутренний рост, а не то, когда у вас Сахасрара открылась. Когда открылась, это только начало. Более того, этот лотос, он открылся замечательно, сначала три лепесточка, потом десять, двадцать, сто, тысячелепестковый лотос, это не значит, их тысячи, их могут быть миллионы. Увеличение лотоса, укропнение этой чаши. Вот над чем человек должен прежде всего думать, если он хочет проработать этот опыт, если он хочет на каком-то внутреннем уровне понять вообще, о чем эта карта. Карта, по сути, молчаливая, да, это как любой туз, карта абсолютно молчаливая, она ведь относится просто к определенной сфере, но в то же самое время она говорит не только, что будет действовать эта сфера, но так же и то, что возможен выход на самую высокую позицию в этой сфере. Ведь если бы речь шла только о пятерке кубков, вы бы и вытянули пятерку кубков, но если вы вытягиваете туз кубков, это значит, что вне зависимости от того, какие обстоятельства в вашей эмоциональной жизни в ближайшее время будут, они будут доминировать, и в них возможно выйти на самую высокую октаву. Вот что прежде всего значит туз кубков. И вот как с ним прежде всего можно работать. Читаю вопрос. Наша психическая конституция, смотрите, если речь идет о психической конституции, то есть как предрасположенности человека к определенной форме психической активности, то это как раз наш сосуд. Это форма нашего бытия в мире. Мы такие и не другие. А это не закостенение. Тот же самый темперамент и так далее. Это как раз форма проявления наиболее чистой формы, наиболее чистого нашего бытия. Человек не должен как раз становиться тем, кем он не является. Но наши привычки, формы нашего высказывания, формы наших предпочтений, поведенческие многие вещи, это все просто на самом деле назовем это привычками, грубо назовем привычками. Вот их нужно размывать, потому что они относятся, во-первых, чаще всего это наносное внешнее, но даже если оно и не наносное, для того, чтобы осознать, что вы действительно там жить не можете без какого-то объекта или объекта применения ваших, так сказать, сил, вам нужно периодически сменять акценты. То есть вам не нужно переделать самих себя, но вам нужно уметь адаптироваться, нужно уметь поступать по-другому, хотя бы для того, чтобы осознать, какой тип поведения для вас является наиболее типичным, наиболее свойственным. Для большинства людей, так сказать, их предпочтения, их вкусы, их манера поведения не раскрывают их вообще ни на йоту. Если вы видите человека, вам кажется, что он такой-то, вы с ним пообщались, вы убеждаетесь, что да, он действительно такой, а потом начинаете с ним работать, я имею ввиду в анализе сновидений, и оказывается, человек-то вообще другой, совершенно другой. То есть все, что у него внешне было, все, что он считает собой, оно вообще не о том. И так в тысячах случаев, понимаете. Поэтому говорить о том, что вот мы знаем, что это наше предпочтение, и мы знаем себя, и сваливать это на конституцию и темперамент, я бы не стал. Я понимаю, что у человека есть некий внутренний стержень, и он у каждого разный, но там крупицы. Помните, когда Юнг перед смертью видел сон, он увидел, что крупица вокруг земли вращается, ему сказали, ну вот, вот это все, что ты есть. Он говорит, почему так мало? Ему говорят, это еще хорошо, что оно хоть такое есть. Вот человек это вот эта крупица. То есть наша реальная психическая конституция, там, темперамент и так далее, это просто крупица. А все остальное, что мы о себе думаем, все остальное, что мы там делаем, и наше предпочтение, вкусы, и же с ним, это все с разных сторон надергано. Это лоскут, лоскутное полотно, понимаете, из тысяч лоскутов соткано. и вот его нужно уметь размывать, в нем нужно уметь быть протеем, не всегда по жизни, но уметь от этого отходить, да, от этих канонов очень жестких, потому что любой из нас в процессе жизни очень быстро приходит из состояния кубков в состояние динариев, а из состояния динариев в состояние клепот. Вот, а по большому счету, несмотря на то, что в клепот масти тоже четыре, там уже все эти масти, и почти все одно, и все это нежединариев, все значительно плотнее укомплектовано, и по большому счету является шлаком. Вот, чтобы уменьшить количество шлака в нас, уменьшить вот эту косность, нужно работать с тузом кубков, и когда выпадает эта карта, это величайший подарок. Это подарок, потому что это то, что позволяет нам надеяться, что мы обретем поток текущий свыше, поток, который является витриолом, универсальным растворителем, который может стереть все, растворить все дотла, и это растворенное будет нами воссоздано в той пластичной уже форме, в которой мы хотим не родителями, не нашими учителями, не авторитетами или медиа, с которыми мы сталкивались, этот сосуд будет сделан нами самими, по своей собственной форме, как это делает моллюск. Ведь он же не смотрит, о, вот у того классный сосуд, классная ракушка, сделаю себе такую же. Нет, он его по себе лепит, именно по своему телу, и он подходит точно ему. Если вы посмотрите, да, как выглядит с внешней стороны раковина улитки, вы сможете точно представить себе, как она выглядит внутри. Если вы разрежете эту раковину пополам, то увидите, что тельце улитки точно соответствует этой раковине. Вот это и есть созидание своего сосуда. Соответствует ли это улитка, как вы говорите, психической конституции, да, она же под себя раковину строит. Но в то же самое время она не ориентируется на внешние источники. Она строит ее именно под себя. И вот чтобы стать настолько же свободной улиткой, нужно быть еще другим существом. Нужно быть медузой, которая, вот вы ее вытащили из воды, это просто кисель, даже желе такое. Вы ее кинули в воду, и она обретает форму. То есть среда созидает ее тело как таковое. Вот это такое праэтеическое начало, оно просто необходимо человеку в жизни и в духовной работе, просто для того, чтобы оно было у вас. Если у вас нет этой части нашего бытия, то у вас одна из четырех стихий, одна из четырех форм нашего бытия в мире, она просто отмирает от одной из самых важных. А, если у человека нету там мечей, ну, туповат он. Но, в общем-то, на самом деле, то, что там у первичных каких-то существ нет мозга, это не мешает им отлично приспосабливаться к жизни. Более того, как показывают новейшие эксперименты, там человек долго-долго будет искать правильный выход из лабиринта, а какой-нибудь грибок мгновенно его находят. То есть, оказывается, что грибок там, или там о простейших речи идет, да, о каких-то самых элементарных существах по типу грибка или плесени, они, не имея мозга, находят мгновенно выход из любого лабиринта, любой сложности. Ну, значит, то есть, мозг все-таки не все решает. То есть, это не самое страшное у человека. Нет, нет, как там, допустим, человек-инвалид, человек с ограниченными возможностями, то есть, нарушение губ тела, нарушение подинарием, тоже человек может полностью реализовать себя, состояться. А вот, если у человека нету искры, ехиды, и нету возможности контейнировать божество, нету возможности адаптироваться, приспосабливаться по масте кубков, то из человека ничего не получится уже. То есть, для мага важно копье или жезл и важен кубок, как Святой Грааль, копье и кубок, или там жезл и чаша. Без этого вот ничего не получится. Это первичные масти, самые высшие, самые значимые. Без остальных как-то пережить можно, хотя тоже нежелательно, но тем не менее. Вот, поэтому мне кажется, что с этим все-таки нужно работать. И, что еще я вам хотел сегодня показать, но обязательно, естественно, караули посмотрим и посмотрим еще какие-то интересные карты. Ну, вот, в Таро-Старухе, мне кажется, тоже интересно, очень решено туз кубков, вы видите человека, полностью включенного в поток. Очень необычная версия карты, крайне необычная. Как правило, все эти карты, это просто изображение кубка. В 90% случаев. Более того, из изображений кубков, опять же, в подавляющем большинстве, это золотой кубок. почему золотой, пусть-то священный, относящийся к идее высших мистерий. То есть, для христианской церкви это святое причастие, как у Уэйта, помните, да? Уэйта, это святое причастие. Там изображено голубь, спускающийся в чашу. Месса, да? Там М буква написана. Месса – это высшее таинство христианской церкви, сопряженное с обрядом Евхаристии. И вот это контейнирование божества в себя. Ведь что такое таинство Евхаристии? Это человек вбирает в себя кровь Бога. Что такое кровь Бога? Это и есть этот поток энергиями зла. Вы вбираете в себя кровь Бога во имя того, чтобы очиститься, во имя того, чтобы наполниться Высшим. Была совершенно потрясающая фраза у Израиля Регарди «Возвыть свои мысли до Катер». Человек приуготавливает себя, чтобы быть наполненным вот этим потоком. И это реализовано в христианстве через таинство Евхаристии. Поэтому в колоде Уэйта мы видим именно не только просто сосуд, сосуд и сосуд. Дух Святой не сходит свыше. Этот сосуд наполняется кровью Божества. Кровь там не изображена, понятно, что эта колода Уэйтовская, она достаточно эвфемична, да, то есть там эвфемизируется все, что только можно, кровь там редко изображается, что-то грубое тоже ей не свойственно. Но это как бы чаша таинства, чаша, в которой нисходит Святой Дух как часть Бога, которого мы поглощаем в себя, контейнируем, принимаем в себя. И из этого кубка часто изображались вытекаемые во всей Уэйтовской традиции вытекаемые четыре потока. Четыре потока вытекали из Эдема. То есть эта карта намекает еще нам на некое состояние первичной невинности, когда человек находился в теле славы, когда человек был наполнен божественным присутствием. И вот это состояние оно передается изображением, которое типично для всей вейтовской традиции с небольшими там вариантами. У меня что с собой есть на эту тему, просто покажу. Наиболее там. Вот здесь сердце, правда. Таро Робин Вуд. Ну у Вейта был бы тут еще голубь спускающийся. Другой, ну вот еще, вот это будет показательная карта, это Таро Парижа. Чем она отличается от вейтовской традиции, чем она мне кажется интересной. Тут тоже вроде бы голубь сел на чашу, у вейта рука держащая чашу, там из облаков выходит, а здесь рука из-под воды вытаскивает эту чашу. И если у вейта мы просто видим некую мистерию, данную свыше, пришел Иисус Христос, пришел на тайную вечерю, бах, стакан, всем налил вина, говорит, вот все моя кровь, пейте, и другим завещайте. Это одно. А здесь как бы человек превосходит сам себя, сам он в водовороте, под водой, ему удается высунуть руку выше, чем он может подняться, и тогда голубь Святого Духа нисходит в эту чашу. Это момент высшей трансгрессии, которую человек испытывает в самых острых мистических экстазах, и по традиции индуистской это и есть поднятие на уровень Сахасрара, то есть когда человек превосходит сам себя и становится сосудом для чего-то высшего. И это только двоякий процесс. Пока вы не подставите эту чашу, пока эта чаша не будет полностью чиста, ничего сверху туда не польется. Будьте уверены, потому что даже если польется, не попадет. Если попадет, то абсолютно бессмысленно. Капля амброзии в куче мутной жижи ничего полезного вам не добавит. Читаю комментарии. Скажите, пожалуйста, насколько уместна аналогия с чашами на аркане умеренность и символизмом масти кубков? Хороший вопрос, реально очень хороший, я бы даже сказал, параллель огромна. Дело в том, что аркан умеренность у нас означает состояние действительно, когда человек, его материальное благополучие, материальное состояние и духовное призвание находятся в позиции примерно равной. Там два сосуда, как вы помните, изображались. Один сосуд с живой водой, другой с мертвой, один сосуд с профанной жидкостью, другой со священной, один человеческий, другой божественный. То есть, это слияние впервые двух потоков. Они, как правило, очень болезненно происходят. Аркан вообще умеренность дико болезненный. Это растворение, это аннигиляция всего предшествующего к возрождению человека в новом качестве, в чем-то напоминающее трансформацию гусеницы в бабочку. Но здесь параллель очень и очень большая на самом деле. Но в то же самое время есть и принципиальные отличия одного от другого. На уровне туза кубков мы имеем только тот сосуд, который в аркане умеренность лился сверху. То есть, божественный сосуд. Божественный сосуд и в качестве изливающегося, и в качестве человека, который может принять этот божественный сосуд. Потому что в аркане умеренность ключевая идея заключается в том, что из ниже лежащего сосуда в выше лежащий тоже поднималась вода. Вот здесь этого нет. Мы здесь либо доходим до идеального состояния контейнирования того, что льется свыше, либо нечто просто льется свыше. Вот это позиция для туза кубков. А для аркана умеренности важно идеальное взаимодействие того, что идет свыше, того, что идет снизу. Здесь это практически не представлено. А если и представлено, то на совершенно другом уровне. Здесь акцент гибкость, эманация, пластичность, пхакти, принятие, контейнирование. Ни одна из этих категорий не работает на уровне аркана умеренности. Поэтому, да, символизм схвачен вами верно. Один из сосудов у ангела в аркане умеренность можно трактовать как ту же самую чашу, которую мы встречали с вами сегодня на уровне туза кубков, но в то же самое время эти карты спутать вообще никак нельзя, как в принципе старший аркан нельзя спутать с младшим. И уж скоро вы заговорили о параллелях между старшим арканом и младшим, вспомнили аркан умеренность, я бы вспомнил еще аркан звезда. Вот он по своей модальности он похож в чем-то на туз кубков. И более того, в одной из интереснейших колод я такое даже встречал. Смотрите, помните у нас в аркане звезда часто изображалась там звездная богиня, особенно это красиво богиня нюет в тарот от Алистера Кроули. Вот вам чем не нюет, из ее груди льется молоко, наполняющее чашу, питающее все живое. Но если на уровне аркана звезда речь шла об архетипике надежды, надежды, которая отвращает нас от падения, надежда, которая вселяет в нас желание жить дальше, то здесь это вообще идея питания всего любого как такового. Поэтому параллель есть? Есть. Но очень-очень с разных ракурсов рассмотрена одна и та же идея. И в то же самое время, да, между арканом умеренности и арканом звезды есть параллель с тузом кубков такая же, как с арканом маг и арканом солнца по отношению к тузу жезлов. Кстати, еще есть одна карта, которая из старшего аркана в чем-то похожа на туз кубков. Ее, в общем-то, прямо черным по белому связал в своей колоде Алистер Кроули. Ну вот, карта Алистера Кроули. Вот этот знак. Три кольца между собой, да, соединенные. Что этот знак значит? Это три эона, которые переплетаются между собой. И именно такой же знак мы встречаем на аркане Иерафант. Иерафант это религия. Что значит религия? Религио это связываю, то, что объединяет. И вот эта идея связывания, объединения, контейнирования всех потоков мыслимых и немыслимых, она присутствует как здесь, так и там. И поэтому, конечно, в тузе кубков можно найти параллели с некоторыми картами старшего аркана. Но работают они, конечно, по-другому. Например, для того же аркана Иерафан свойственна идея идеологии. для туза кубков вообще не свойственна. Для той же самой карты звезда свойственна не только надежда, которая приводит к чему-то, но и ложная надежда. Для туза кубков ложная надежда, да нет. Туз кубков это вообще то чувствование мира на уровне непонятивном, некогнитивном, ориентация в нем на уровне приспособления по типу той же амебы или инфузории. Вы просто чувствуете, что так надо. На уровне аркана звезда это не работает. Также это и не работает на уровне аркана умеренность, который говорит о тех ключевых трансформациях, которые с человеком происходят, когда он впервые уже лицом к лицу сталкивается с божественными потоками, до этого он рос, 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 дорос до высшей точки, до которой только мог развиваться, попал в петлю повешенного, отказался от всего, что ему мешало, то есть через аркан смерть, и вот он в этой смерти и перерождении попадает в аркан умеренность, и после этого начинается уже высшее мистерие восхождения от безнадовых до звезд аркана мир. Вот оно, понимаете, то есть там все по-другому, хотя некоторые точки пересечения, конечно же, с арканом с тузом, а кубка вуд, потому что когда мы говорим о тузах, мы говорим о четверти мира, да, вот, вот четверть это жезлы, вот четверть это кубки, четверть это мечи, четверть это динарии. Ну, хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что без него бы многое было бы непонятно, медитации на туз-чаш способствует развитию эмпатии. Понимаете, я бы на самом деле вам посоветовал не медитацию на туз-чаш, я бы вам посоветовал вообще просто медитацию. И на самом деле медитация татвическое на апос, лично я считаю самой сложной, да сложнее, чем высшей, сложнее, чем на вою. Вот это намного лучше. То есть, сам по себе процесс медитации, как попытка наполнить себя чем-то, может развить эмпатию в разы. Если же вы хотите именем медитации на карты, то есть, это будет частный случай более глубокой фундаментальной идеи, да, работы с медитацией. Медитация на звук, медитация на образ, медитация на лучшие формы проявления чаш, да, то есть, ну, медитация, допустим, вот на такую карту, как и Старухайндля, да, это очень, это, ну, крупный художник, да, выдающийся художник театральный, то есть, ну, действительно, крупный художник. Там, или на карту из Сальвадора Дали, да, вы можете на нее медитировать, может быть, на карту Фриды Харрис, но здесь я не могу сказать, что прям вот какое-то сверхдостижение у Фриды Харрис было, чтобы прям на эту картинку сидеть и пялиться. Не будем забывать, что карты это некий инструмент познания духовной реальности, но они не всегда ее сами в себе несут. То есть, не нужно становиться идолопоклонниками. То есть, сама по себе карта, она, конечно, относится к миру Мальху, да, к миру Динариев. Поэтому здесь не нужно обольщаться. Несмотря на то, что изображена текущая вода, она на карте не течет. А вам нужно, чтобы текла. Поэтому, если вы себе представите чашу, в которую бесконечно течет вода, внутренним своим взором, это будет более правильная медитация, если вы сумеете вот этот же образ визуализировать, оживить его. Вот тогда, да, я думаю, что вы попадете в правильный поток. Но я бы поработал более радикально. Я бы поработал с пересмотром своих привычек хотя бы на время и так далее. Вот. Посмотрим с вами как через образы выйти на саму суть аркана. Сама суть аркана конкретно этого аркана. Это поток. Поток именно духовной божественной энергии, созидающей все живое, включая нас самих, даже на уровне материального тела. Просто если мы будем понимать, что материальность это конечная точка, в которую ударяется этот поток и снова начинает двигаться вверх. Если вы сумеете на это выйти через медитацию на образ хорошо, я выходил это на просто медитации. То есть медитация на пустоту, медитация на точку. Это отлично работает. Медитация на звук. Все-таки движение, медитация на движение воды отлично. Если есть возможность поехать помедитировать где-то на водопаде, это вообще просто классно. Я понимаю, что водопады в России не самая частая вещь, а там обычно много народу, но тот, кто хочет, тот найдет. И в общем-то найти можно, где не самые благоприятные маршруты, где сложно дойти, и приходишь, там реально никого нет. И вот медитация на такие потоки, медитация на источник, медитация на горный ручей, медитация на водопад, чтобы он двигался, и чтобы вы осознавали, что те процессы, которые вокруг вас происходят, в том числе на уровне вашего тела, оно, тело не статично, там все время что-то происходит, не только кровь перемещается, там и ваша психика постоянно перемещает, движет образы, там куча миллиарда сложнейших процессов происходит, многие из которых вы вообще никак не можете ни фиксировать, ни повлиять на них. Вот эти потоки, переплетаясь между собой, плетут все окружающее пространство, и туз кубков относятся к этому. Плюс, естественно, мы можем это почувствовать, то есть, точнее, это нужно почувствовать, а не понять. Если вы это поймете, ну, здорово, но это все мечи. Это нужно прочувствовать. Прочувствовать это не значит туда пытаться включиться эмоционально. Нет, чувствование это внекогнитивный опыт. То есть, любое, если вы можете, допустим, воссоздать в своей голове ощущение пребывания там на лесной и прохладной полянке, да, где в жаркий день веет ветерок, где есть влажность, где приятно находиться. Если вы можете все это прочувствовать в любой момент времени, вот это и есть эмоциональность, да, а не просто, чтобы в истерике каких-то эмоций взорбиться. То же самое, на мой взгляд, ближе всего как раз к Насте Кубков инструментальная музыка, да, то есть, особенно, конечно, музыка сложно организованная, не попса какая-нибудь, да, которую вы едва можете уловить, очертания, контуры, и она все время движется, изменяется. Вот эта музыка, которая не связана никак со словом, которая не связана никак с каким-то сюжетом, музыка как таковая, она есть чистый поток, чистое движение, она вызывает у вас разные эмоциональные отклики, и в то же самое время он вроде как и один, и переходы от одного к другому едва заметны. Вот оно, вот этот ускобков, и этот ускобков у Кроули в том числе. Видите, что есть у Кроули? Видите, тысячелепестковый лотос, выйти, чашу, в которой низвергается поток, и сама карта представлена в виде гигантского тысячелепесткового лотоса, который есть контейнер для всего этого, то есть сама идея этого кубка как бы включена в сверхкубок, в другой кубок, и это здорово, потому что он как раз показывает, что не нужно из карты делать идола, кубок нельзя понять, кубок можно вместить, контейнировать себя. Любой опыт, сильный опыт, который на нас оказывает воздействие, стойкое воздействие, он остается с нами навсегда. Этот опыт делает нас, творит нас, и вот этот опыт это и есть ускорбков. Ведь очень часто мы не можем очень многие вещи разобрать логически, осознать это головой. Да и по большому счету осознавая часто ни к чему это нас не приводит. Ну, приведу пример из психоаналитической практики. Приходит человек, ты с ним разбираешься, работаешь, да, и на выходе что в итоге получается? Этот человек лучше себя понял? Да нет, это побочный продукт анализа. Может вообще он никак себя не понял? В процессе анализа человек с рационального сознания, типичного для нас, переключается в другую модальность. Он включается в анализ в непонятейном уровне. Анализ для него становится определенного рода опытом, благодаря которому он перерастает ту ситуацию проблемную, с которой он в анализ пришел. Таким образом, вот что такое туз кубков, понимаете? Когда мы ситуацию не пытаемся решить рационально, не пытаемся решить ее бросом, да, титаническим, как это было в масти жезлов, атакой, движением, не пытаемся решить ее, обусловив себе хорошую защиту в тылу, монетарную, на уровне масти динариев, а когда мы перерастаем саму ситуацию, мы не только можем приспособиться к ней, но мы можем так передвигаться, так адаптироваться, что эта сама ситуация станет иной. То есть мы будем рассматривать ее не как угрозу, но как тоже поток, и мы как поток с потоком будем его обтекать, и возможно из этого танца получится что-то совершенно иное и абсолютно прекрасное. Вот, понимаете, что такое туз кубков, туз кубков угроули, почему он так изображен. А здесь вот этот, это как бы кубок сверху срезанный, да, тысячелепестковый, этот кубок и в бесконечном бесконечном отражении. Радуга, 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 то есть влага везде. А что такое радуга, да, первичный свет расщепляется на тысячи различных цветовых составляющих, ведь радуга на самом деле она не из семи цветов состоит, что многократно пытался объяснить ее первооткрыватель. То есть это спектр, бесконечный, 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 так сказать, перманентный ряд, условно говоря, от красного до фиолетового в сфере того, что может воспринимать человеческий глаз. Его можно поделить на тысячи оттенков, можно поделить на два, а можно вообще не делить. и вот этот поток перетекания, модуляции, когда вот только что оно было красное, теперь это уже красновато, оранжевый. А вот это у охара уже, а тут оно уже в лимонный перешло, а лимонный уже вроде как почти лайм, а лайм вроде как желтый-зеленый, и так до бесконечности. Вот этот поток, когда мы не можем определить, но мы можем это прочувствовать и уловить, куда движется, от желтого к зеленому, или напротив от зеленого к желтому. Вот эти вещи, они прежде всего связаны с зон кубков, и на них делается акцент, когда вы работаете с этой картой, в том числе, когда она попала в ключевую позицию. Представьте, вы делаете там пятикарточный расклад, и у вас в центре хлоба, и попадает туз кубков. Да это значит, что он будет определять все в ближайшее время. Все будет определяться эмоциональной сферой, но эмоциональную сферу у нас часто банально трактуют, именно как эмоции. Эмоциональная сфера в магии, в картах, это шире, это вообще вне когнитивный опыт. Но в меньшей степени физиологически-телесный опыт, если вы там руку отлежали, ну это тоже вроде как нерациональный опыт, но навряд ли это опыт эмоциональный, все-таки опыт физиологический. Но любой опыт не физиологический и нерациональный является опытом чаш, опытом чаш, опытом контренирования. Самое главное тут уметь отличать, что нас возжигает, а что нас наполняет. Это разные вещи. Вот то, что нас наполняет, относится к масти чаш. А то, что нас выжигает, это очень редко бывает. Это относится к масти жезлов. Оба опыта вне когнитивных. Оба опыта не могут быть поверены разумам. Но то, что нас выжигает, требует мгновенной реализации вовне. Мы хотим что-то делать, нас осенила какая-то мысль, идея, просто желание куда-то двигаться мгновенно. Это будет по жезлам. А кубки мы хотим это принять. Мы хотим наслаждаться этим, хотим вобрать это в себя. И в идеале, конечно, в этом процессе пересотворить себя, создать новый виток нашего кубка, как это показано в Таро Хайнле. И конечно, лучше, чтобы эта чаша была чашей, в которую мы вмещаем божество. На Таро максимально приближенном к Краулянскому это Таро Либерте или Таро Звезды Вечности, вы как раз видите надпись на чашу Бабалон, чаша богини, чаша божества, которая, как хететра грамматона, включает в себя высшую уют. Женское и мужское. Кстати, на некоторых картах, по крайней мере, с определен, очень осторожно, конечно, вообще, странно, что на картах осторожничают прямо с этой темой, но на некоторых картах очень осторожно изображено что-то там напоминающее женское лоно. Если мы будем понимать женское лоно, как именно лоно порождающее, это будет к динариям, безусловно. Но если мы мыслим лоно, как лоно принимающее, это с метафизической точки зрения это совершенно два разных органа. Так вот принимающее лоно, это безусловно лоно кубков. И баба лоно, в этом смысле идеальная фигура. Ну и еще покажу какие-то карты, чтобы обрисовать эту ситуацию в целом. В Таро Скопини вы видите отсылку к рогу изобилия. Это кстати не случайная отсылка. Скопини вообще был интеллектуал, он знал, что он изображает. Отсылка к рогу изобилия почему правильная? Потому что чаша Грааля, соотносящаяся прежде всего с тузом кубков, чаша Грааля изначально мыслилась синонимично рогу изобилия. Это чаша, из которой все могли насытиться. И вот тут нужно не впадать в ересь. Эта карта не добавит вам денег. Эта карта не сделает вашу сделку успешной. Нужно уметь отличать изобилие от денег или предметов каких-то. Представьте себе такую ситуацию. Вы допустим богатый человек, у вас есть несколько машин, гаражей, домов и так далее. И пополнение, возможно огромное пополнение ежемесячного вашего капитала вы не будете воспринимать как изобилие, вы к этому привыкли. И в то же самое время может у вас вообще ничего особо не прибавится, но у вас неожиданно может сместиться взгляд на вашу ситуацию и вы будете ощущать себя под покровом божеств, что вас льется этот исток и вы наслаждаетесь этим изобилием. Изобилие это чувство, это ощущение субъекта по отношению к его бытию. В то время как мазь динариев может фиксировать только приход уход. Да, эта карта когда выпадает особенно в Тароскопине она может значить, что вы что-то приобретете, но это не обязательно так. Это значит, что вам будет казаться, что вы попали в струю на белую полосу своей жизни, в струю изобилия и так далее. Но это не значит, что реальное приумножение вашего капитала от этого состоится. Но здесь нужно тоже хорошо отличать карты масти динариев до дисков от масти кубков, потому что в некоторых колодах казалось бы они пересекаются. И тут Скопине на самом деле не погрешил, не отошел от канона, просто действительно как бы изначально святой Гораль это Гораль, который всех накормит, всех напоит, то есть несет изначальную идею полноты жизни. Мир полон жизни изобилия, мир полон смерти, которая синонимична жизни, без нее не может быть жизни как таковой. Мир полон всего, но эта полнота не означает, что это что-то именно очень хорошее. Все в мире оно есть сразу же. Если человек умеет впирать это, умеет чувствовать это, он чувствует одновременно скорбь и боль и радость, разочарование и счастье, и все эти потоки, вливаясь в него, перемешиваются в ту игру божественную, которую мы видели с вами в Таросово Лобуско. Если же этого нет, то очень быстро этот поток мы к нему привыкаем, и он уже нас не интересует, он, в общем-то, его ценность равна нулю. Он превращается вот во что, да, вот как в клепатической колоде, вы видите асуарий, вы видите склеп, вы видите место, где хранятся там сожженные или там уж не сожженные, как повезет, останки живого существа. Этот поток больше не течет. В нем когда-то, да, здесь свалены черепа, черепа, принадлежащие живым существам, черепа, которые двигались, росли, вы же не с такой же головой родились-то, понимаете, он мог расти, он мог двигаться, в этих черепах двигались мысли, потоки жизненные, да, там, лимфа, кровь, и теперь этот череп, это просто бессмысленная костяшка, которая еще и разлагается долго, понимаете, а при определенных обстоятельствах вообще не разлагается. то есть есть же места в тех же самых пещерах, там фактически процессы разложения практически не идут, но вот поставьте это куда-нибудь в пещеру и будет отстоять удовольствие там у вас до второго пришествия, может даже до третьего. Вот это и есть антикубок. Вроде бы кубок есть, но там ничего не течет, он и наполнен, только это не мороженка, понимаете, и не вино, которое негоже в старые мехи наполнять. Это мертвячина, это мертвяк. И вот не нужно путать те предпосылки, тот стержень, который у нас внутри может и смещаться, который есть мы с нашей конституцией, да, с нашими свойствами, заданными якобы изначально и так далее. Здесь нужно всегда вспоминать такую замечательную планету, как Плутон. У нее ось вращения не в ней самой находится, а между ней и ее спутником Хароном. И вот они вот так вместе вокруг друг друга пляшут, пляшут, а сита в центре нет. Или вспомнить, как выглядят пулюса на Юпитере. Там их три. Ну, обычно в пулюс два всегда, а вот там их три. И вот он и танцует, да, и поэтому там все время эти газы то так, то сяк, поэтому там такие штормы все время происходят. И он представляет из себя, по сути, фантастический танец, да, из всех, там, из всей шкалы Менделеева. Вот это жизнь, а вот это, вот это мертвяк. И большинство людей, к сожалению, к возрасту, там, лет ходячими мертвецами. Не знаю уж, насколько они кусаются, но этот опыт заразен. Поэтому к нему нужно стараться, во-первых, стараться никогда не впадать, да, в грех идолопоклонства. И под идолопоклонством я подразумеваю превращение живого потока в некие артефакты. А во-вторых, нужно осознавать, что чем мы пластичнее, тем лучше. Потому что пластичности нам, как правило, не хватает. Перебор пластичности, безусловно, очень плохо. Ну, вы знаете, я очень редко встречал в жизни людей, у которых были патологические как раз проблемы со внутренним вот стержнем, да, с какой-то основой. Как правило, люди, наоборот, закостеневают очень быстро, и им сложнее пратерическое начало в себе развить, чем какой-то хитиновый панцирь на себе отрастить. И покажу еще несколько карт. Вот то, что я вам рассказывал, это Таро Лайтсюрс, Таро, Таро этого, как это по-русски-то сказать, по-человечески, светлого провидца, да, опять подсказываю, светлого провидца, но, или видящего то, что посылают светлые, светловица, световица, вот, ну, как лучше Лайтсюрс Таро, вот, можно кальку, так по-русски написать. Вот, здесь вы видите как раз нечто, что находится рядом с солнечным сплетением человека, и это нечто чистые потоки. Это то, нам всегда кажется, что мы вмещаем где-то в районе солнечного сплетения в себя, и когда вы слушаете музыку, когда вы смотрите какую-то красивую картину или пьесу, фильм, нам кажется, что мы вмещаем в солнечное сплетение, ну, так же, как нам кажется, что солнце вокруг земли вращается. Безусловно, это, скорее всего, не так, но ощущение такое есть, и его избывать не стоит. И вот это, просто карта отлично передает ощущение, вот это, вбирание, принятие, наполнение себя чем-то, наполнение себя потоком. Вот сегодня я же вам даю не только информацию, я же вам даю и тембр голоса, я вам даю определенную жестикуляцию, я вам даю свой взгляд, который преподношу зачастую опосредованно, через саму тактику выстраивания, повествования. Вот этим можно наполниться, то, что вы унесете с лекции на уровне рацию, это будет по мечам, но само принятие, чем отличается, допустим, просто чтение смыслов, да, карты, от лекционного занятия, потому что вы здесь включаете еще и масть кубков, знаете, что от книги можно скорее от художественной ждать, но никак не от книги научной, посвященной арканам Таро. Вот. И покажу вам еще несколько изображений, ну вот мне нравится такое изображение, где вообще нет кубка, а просто капля, падающая в море. Она относится и к идее времени, да, вечно текущего времени, вечно изменяющегося времени. Помните, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. На самом деле действительно так. Ну вот это не просто до мозолей заезженная банальность, но это действительно истина. Вот. И смотрю еще вопрос. В марсельском Таро изображалась чаша Грааля. Да, это типичное каноническое, я бы даже сказал, изображение чаши Грааля для той эпохи, когда складывалась марсельское Таро, марсельское Таро у нас формируется в 17 веке, тогда оно было еще не совсем марсельское, да, изначально это дадалевская традиция, в Явиль сначала, да, создал подобный образ, потом дадаль, и потом уже, соответственно, это клонировалось марсельской и бизансонской ветвях Таро, их куча этих колод наляпали в 17-18 веке, но вот все эти образы это чаша Грааля, а чаша Грааля это у нас одновременно нечто самое священное, то есть место, куда Иосиф Аримафейский, согласно одному из мифов, вместил капли реальной крови Христа, не той виртуальной, да, которую он вино там разливал им на Тайной Вечере, а подлинной крови Христа, то есть это нечто сакральное мистерие вмещения божества в себя, вот, с другой стороны классический Грааль, то есть кельтский, это рок изобилия, это тот, кто всех накормит, напоит, в общем-то Христос тоже этим баловался, помните, насыщал там кучу этих людей вином, рыбками, хлебами, хлебами, да, вот хлебами это на самом деле поминки были, но это уже отдельная тема, вот, в Библии этого не прочтете, поминки были, туда всегда притаскивают что поесть, ну, это первые поминки были побольше, вторые поменьше, потому что уже праздновали, как и сейчас, да, когда на следующий год, там уже меньше отмечают, чем когда действительно дата смерти, вот, ну, ладно, это тема другая и долгая, что касательно, вот, Марсальского Таро, получается, это идея контейнирования божества, идея поддержания жизни как таковой, ибо священный Грааль это тот, кто не позволяет живым существам умереть, а что значит умереть, на метафизическом уровне духовно умереть, ну, мы когда физически умираем, можем вот попасть куда-нибудь в пещеру, да, и разлагаться не будем, тогда, соответственно, мы физически, от нас толку дальше уже миру будет ровно ноль, но, когда мы умираем, у нас нам закапывают, да, мы начинаем гнить, из нас там растет что-то другое, процесс продолжается, то есть мы не умерли физически, вот, как он выглядел, вот, видите, то есть красивый, такой понтовый весь, навряд ли он у Иисуса Христа такой был, вот Иосифа Алимафейского тоже навряд ли, ну, да ладно, в 17 веке так представляет себе, их право, Уэйд, Уэйд такой же практически впаял на королеву кубков, там еще, еще даже более понтовый, там прям вот супер-супер, что называется, вот, но идея Чаши Грааля, она еще и в поддержании жизни как таковой, потому что мы можем умереть и продолжать жить, и на уровне наших идей, и на уровне того, что наше тело станет там питательными частями для других организмов, а можем-то как раз не умереть и полностью закостенеть, и тогда называется ни себе, ни людям, более того, мы же еще и опасны, мы на своем опыте других к такому же роду поведения сподвигаем. Вот о чем, как бы, кубок, да, это и священная мистерия, и жизнь, которая борется со смертью в виде того, что божественная энергия мезла текущая, борется с тем, что за, с тем, что костенеет склепот. Вот какая тут базовая идея в Марсельском Таро, в общем-то, не особо отличающая от всех остальных карт, не могу сказать, что, то есть, вот туз кубков, он супер неразнообразный, что я сумел систематизировать, когда я вообще готовил свою книгу. Бывают золотые, бывают серебряные, очень редко. Серебряные мне тоже нравятся, золотой, как священный, да, нетленный, то есть, золото, понимаете, да, это материал, который, он в грязи будет валяться, вы его тут достанете, оно все равно блестит. Но мне серебряный тоже нравится кубок. Почему? Потому что он к лунарности отсылает, а лунарность это все время движение, лунарный же, в отличие от солярного, цикл, он все время изменчивый, то луна полная, то растущая, то убывающая, то лунное затмение и так далее. То есть, оно все время движется, все время что-то происходит. Но, во-вторых, луна связана с приливами, с отливами, с ростом растений и так далее. То есть, серебряный кубок мне тоже нравится. И нравится, когда изображает серебряный кубок и луна над ним. Тоже отлично это все. И, наконец, бывает кубок прозрачный. Это мне тоже очень нравится, потому что эта идея, во-первых, полного приспособления. Мы видим, что внутри, и мы видим и кубок, и что внутри одновременно. Вот это идеальный человек, идеальный носитель, там, культуры или идеальный носитель той иной религии. Мы видим и его самого, и видим ту ценность, которую он несет в себе, и одно другому не мешает. Вот это идеальные апостолы. Это идеальные носители религиозных или, там, эстетических идей. Вот. Такой кубок мы встречаем у этого, у, в алкемическом Таро Плейса. Он прозрачный. Ну, много где еще есть прозрачный, но здесь тоже прозрачный. Здесь вы видите рыбу, ну, понятно, символ Христа и так далее. И здесь сердце, да, это кровь, опять же, божества, из которого прорастает виноград, отсылающий, опять же, к мистерии, к таинству христианскому, но и дионисийскому в том числе. Никто не говорил, что вы там должны быть, там, обед салибата, дать и уйти в монастырь. Для каждого своя дорога может быть экстаз, понимаете? Вы можете поклоняться каким-то экстатическим божествам, и это тоже будет аналогичный опыт с точки зрения туза кубка. И какой еще бывает, собственно, кубок? Кубки мне нравятся, когда изображаются с глазом. Глаз как принимающее начало. Но мне еще больше нравится, я такого никогда не видел. Это гипотетическая идея, которая просто мне пришла в голову, и я, наверное, ее зарисую даже. Это туз-кубка в виде ушной раковины. Понимаете? Глаз мы можем закрыть, а ушная раковина это единственный орган нашего восприятия, бывает зрительное восприятие, бывает нос, мы даже можем не вдыхать, и мы уже не чувствуем аромата, запахом не чувствуем. Но мы не можем ничего сделать с ушами, то есть уши нам затыкать придется, сами по себе уши, они никак не закрываются, и поэтому мы не защищены от речи, да, ухо вбирает бесконечный поток речи. У меня была даже такая идея нарисовать тайную вечерю, где Христос есть чистый логос, он есть речь, а апостолы это уши, апостолы уши, в которые эта речь втекает. Вот это было бы по тузу кубков. Ну и наконец, представлено на тузе кубков бывают русалки, я уже вам одну показывал, здесь не нужно впадать в ереси, думать, что это ундины. Ундины относятся к молокутической сфере, это элементарь, они никакой им вообще места в КТР нету абсолютно никакого. Это скорее протеическое начало, вот человек и к суше приспособлен, и к воде приспособлен, и такое, и сякое и так далее. Вот. И наконец, мне нравятся карты с тузом кубков, вот, как в Таром Эриэль это сделано, где чашей является сам человек. Он есть контейнер, вмещающий в себя этот живительный поток. Прошу обратить внимание, что на нем еще у него змея, он мужчина и женщина сразу же, он не имеет половой какой-то определенности, и у него еще змея. Он есть и поток жизни, и поток смерти. Ведь что такое змея? Это одновременно и яд, это смерть и это змея, склепия. Это то, что несет исцеление. Вот эта идея жизни и смерти на уровне туза кубков переплетается теснейшим образом. Без смерти невозможно жить, без жизни невозможно смерть. Они очень тесно сопряжены между собой, как поток живой и мертвой воды. помните, самая-самая первая карта, которую мы с вами смотрели, это фонтан вечной молодости, который по самой своей идее противопоставляется идее смерти. Ведь омоложение есть жизнь. И из него текут два потока. Один поток мертвой воды, другой поток живой. В сказках их нужно использовать. Сначала мертвую воду. То есть для того, чтобы жить, нужно умереть. И действительно человек, умирая, переходит на уровень абсолютного объективного бессмертия. Будет уже пользоваться кто-то его путем не будет, но он выходит на уровень объективного бессмертия. Вот они два пути. И человек отхлебнув от заветного источника вечной жизни в этот момент умрет. Вот в чем дело. Вот в чем таинство. И как раз человек, не прикасающийся к этому источнику, может жить вечно, но жить вечно он может только в закостеневшей форме. Как мы видели с вами вот эти асуари с черепами. Да, может там наука придумает что-нибудь, чтобы человек действительно себе там что-нибудь вкалывал, пересаживал, но человек не станет ли от этого мертвым зомбиком. В сказках мертвая вода соединяет разрозненные части, а поэтому используют живая вода. Да, мертвая вода, она, во-первых, она может убить, а во-вторых, она универсальный растворитель. Почему она соединяет разрозненные части? Она их растворяет. Она универсальный растворитель. В то время, как живая вода, она разбавляет этот кислый раствор, и он становится питательной природой для восхода в последующей жизни. И покажу вам еще одну карту напоследок. Это карта как раз из Маргарет Петерс Сантеро, тоже великолепная художественница, совершенно потрясающая колода, именно для мистических созерцаний. Она непригодна для работы предсказательной, на мой взгляд, не знаю, может у меня она не работает, на мой взгляд, она абсолютно для этого непригодна, но для медитации она шикарная колода. Но опять же нужно эти образы уметь оживлять. Если для мечей, для динариев это непринципиально, то для жезлов и кубков это очень важно, чтобы карта, которую вы медитируете, не превращалась просто в артефакт. Это движущаяся сила, и без движения ничего не будет. Поэтому вот такой у нас сегодня получился срез материала, значение вреденное идентичны по значениям картам Этейлы. Да, это безусловно так. Более того, я вам скажу, подавляющее большинство торологов 19-20 века основывались на Этейле. Многие основывались опосредованно то, что есть через колоду Вейта и иллюстрированный ключ к торологу, но многие непосредственно. Более того, смотрите, сколько Этейловская колода господствовала в торологическом мире. Господствовала, значит, была не просто единственной, а вообще больше ста лет. Вы правы, да? То есть с там 89-го года, когда брошюра еще вышла, когда хоть про нее что-то почитать можно было, то есть с эпохи Великой Французской революции до выхода в свет Таро Райдера Уэйта, то есть это до Первой мировой войны, до начала 20-го века. Вот это все время господствовало колоды и Тейлы. Никакой альтернативы не было. Попюзовская Таро это просто египетская Таро ну специфическая версия Тейлы по большому счету. Вот. Но на самом деле Этейла навряд ли это все понимаете сам выдумал. Этейла родился в эпоху энциклопедистов, когда все все собирали и суммировали, собирали и упорядочивали. Поэтому с большой долей вероятности Этейла сумел набрать ту устную традицию вобрать в себя которая была тогда. И на мой взгляд как раз очень часто контрастные предсказания, которые контрастные так сказать ответы, которые предписаны тем или иным картам приписанного Этейла это просто собраны от разных там бабушек, дедушек и так далее. И поэтому нужно скорее говорить о том, что где-то с эпохи классического века вплоть до эпохи Вейта эти значения ну не то чтобы совсем не менялись, но мало менялись. Другое дело, что я бы не стал так уж злоупотреблять подобными значениями в современном нам мире. Мы живем в мире сильно отличающемся от мира Этейлы, от мира Альета и сейчас конечно же применять подобные значения особенно буквально их принимая за чистую монету не стоит. В общем-то поэтому вы читаете я вижу вы читаете литературу это отлично и много ее нужно читать но не стоит открывать Этейлу чтобы подумать а что эта карта значит. Эта карта сейчас значит нечто сильное отличное от того что она значила и в эпоху Уэйта и тем более в эпоху Этейла которая отстоит от нас огромное количество времени. Опять вопрос прошлого эфира то есть про колоду Этейла как раз что она до колоды Уэйта сто лет просуществовала даже больше на самом деле сто тридцать фактически простите сто двадцать сто двадцать фактически лет вот с колоды по колоде Этейлы собран неплохой материал у Костенко неплохой он в этом смысле молодец он работал с источниками не могу сказать что у него какая-то интерпретация философская но вы знаете он как раз в этом смысле для меня эталонная фигура почему потому что когда человек осознает что он не может привнести в этот мир каких-то новых смыслов но зато может идеально по полочкам разобрать старые тексты это вообще великое мастерство потому что очень часто люди лезут туда в чем они некомпетентны то есть у Костенко о работах вы не найдете никаких философских мыслей но вы найдете очень строго выверенный материал и с точными ссылками на источнике с хорошим качественным переводом этих источников это просто классно блестяще просто можно купить и почитать что касательно оригинала и Тейлор то он у меня в общем-то есть тот самый который еще при его жизни был отпечатан я имею ввиду не колоду а книгу пока с колодой там все помутнее но наиболее ранее сохранившиеся полные версии колоды и Тейл у меня тоже имеются я с ними занимался я их анализировал это действительно интересный материал для исследования что касательно следующего вопроса да будет воля твоя в связи с тузом жезлов соответственно смотрите идея будет воля твоя на земле как на небе предполагается есть вообще такая версия она многими религиями не очень принимается то есть так скажем майнстримными религиями но всегда наиболее выдающиеся вещи создавались в общем-то не в русле устоявшихся религий а скорее чуть-чуть к востоку от рая чуть-чуть со смещением и в таких маргинальных разглядах на религиозность господствовала мысль она в каббале даже представленная хотя тоже так и позорически о том что человек есть помощник бога и бог он творит мир ежечасно не будучи как бы всемогущим это не значит что сам по себе бог не всемогущий но он создал человека с целью чтобы человек помогал ему в этом сотворении то есть создавая его он осознавал что человек может это делать и поэтому человек должен включаться в этот процесс в этом его призвание но так как бог благ то он дает человеку свободу выбора включаться или не включаться и на небесах то есть на уровне сознания бога бог всемогущ он может все он может здесь все переделать любую секунду времени. В этом многократно писал Сёран Киркегорда, но мы должны быть уверены, что Бог может пальцем щелкнуть, весь мир сместиться, он весь полностью переделается. Но он этого не делает. Почему? Потому что это функция человека. И молитва «Да будет воля твоя на земле», как на небе, говорит о том, не о том, что Бог вмешается, стукнет кулаком по столу и скажет «Хватит уже! Ну-ка, давайте все делайте все хорошо, как надо!» Нет. Это молитва о человеке. Это молитва о том, что человек осознает свое предназначение, осознает свое призвание и начнет его выполнять. И когда каждый из нас начнет это делать, когда постепенно к этому подключаться вообще все, воля Бога будет такова же на земле, как и на небе. Потому что все, что он замыслил, будет функционировать так, как он это замыслил. Понимаете? Вот о чем как бы фраза. Она действительно точно соответствует идее Туза-Жезлов. Это воспламененная искра. Искра посылается в каждого из нас. Более того, ехида, первичная искра, заложена в каждого из нас. Насы постоянно сыплются дополнительные искры. Но многие ли из нас принимают их и начинают нести далее? Многие ли передают этот олимпийский огонь? Многие ли бегут с ним? Вот об этом молитва это Туз-Жезлов. А вот суметь принять тот поток, а это разные вещи, божественная абразия, божественная искра. Это уже к Тузу будет относиться. Вот эти вещи, мне кажется, на самом деле их вообще невозможно перепутать. Несмотря на то, что они абсолютно вне рациональны, объяснить, чем отличаются искра падающая от божества и поток текущая от божества. В общем-то, здесь можно долго дискутировать и ни к чему не прийти. Но перепутать их на интуитивном уровне абсолютно невозможно. От злого никак. Я уверен, что каждый из вас имел и один, и другой опыт. Я сегодня лишь попытался как-то охарактеризовать второй из них, да, опыт именно контейнирования, опыт включения, опыт выбирания в себя божества. Можете почитать с вами Великананду Пхакти-йогу. Маленькая, тоненькая книжечка такая как раз об абсолютном желании человека включиться в божественный поток. Пхакти-йога чем-то похожа, в наибольшей, наверное, степени похожа на христианский мистицизм, но это вот одна из частных форм как раз созидания себя в качестве сосуда, в который Бог может излить свою энергию, излить свой поток и уметь сделать этот контейнер, сосуд чистым, кристально чистым, а потом наращивать его с каждым, с каждым новым витком. И потом Бхакти уже превращается в по сути это мания некая. Он больше витков делает, он хочет вместить в себя всего Бога, он хочет вместить в себя весь мир как таковой. Это и есть любовь к миру, а не любовь там хорошо пожить, погулять и так далее. Как правило вот такие вещи, когда человек говорит я там люблю жизнь, я там люблю деньги, люблю путешествовать, в большинстве случаев это навязанная идея. Но когда человек выходит на такой уровень, понимаете, он любит мир везде. Он родился в этой точке, он находится в таком-то материальном положении, ни то, ни другое не может никак помешать ему быть счастливым и любить мир. Даже если он там находится на передовой в бою, понимаете, даже это, даже потеря жизни не является основанием не любить мир. Мир, то есть умение включать в себя вот этот божественный поток никак, оно не имеет еще этических категорий. Этика появится ниже, этика появится на уровне мечей, где будет сказано вот это хорошо, вот это плохо. А здесь чистая эстетика, чистый эстетический поток, поток красоты, поток прекрасного и безобразного. Это пугает, безобразное оно не отвратительное, не плохое, не этичное, оно пугает, а это привлекает. И в конце концов человек приходит к тому, что его привлекает все. И вот эта точка последнего экстаза такого, она, наверное, есть наполнение, туза, кубка в полном объеме, которое, естественно, в течение нашей жизни абсолютно невозможно. Поэтому не нужно разбрасываться на все безобразное, что бы то ни стало, пытаясь его принять. Это состояние, которое на краткие мгновения человек может ощутить в момент экстаза. Про это отлично писал Израиль Эхгарди, у него был такой экстаз, когда он осознал, что все прекрасно. Это нельзя передать. И рационально это нельзя понять. Вы будете понимать, что там человек в этот момент, пока вам кажется, что все прекрасно, там где-нибудь кого-то насилуют, убивают, режут, это не прекрасно. Но вы выходите на такой уровень связи с божественным потоком, что вы понимаете, что все это кратковременно, все это проходит, все это поток. И если бы не было всего этого, жизнь бы начала иссякать, а иссякая, она бы начала замедляться и превращаться в нечто костное, в нечто недвижущееся. А так она течет, течет полноводной рекой, и вы принимаете эту реку. Как говорил Кроули, правда, относительно Аркана Луна, как же великолепно это приключение. Даже когда вы попали в самую жуткую ситуацию, он говорит, и вы восклицаете, как же великолепно это приключение. Вот этот поток, вот эта чаша, почему это чаша жизни, чаша смерти, чаша времени, чаша живой и мертвой воды. Ну вот, как-то так, не знаю, здесь можно очень долго на эмоциях что-то рассказывать, можно было, конечно, больше карт вам показать, но я так выбрал наиболее, на мой взгляд, такие показательные, по большому счету туз кубков на самом деле в течении времени в наименьшей степени менялся. По той простой причине, что идея вмещения в себя божества, она в какой-то степени универсальна. Да, божества бывают разные, мы по-разному понимаем, что такое контейнер, контейнирование психологии, это отдельная категория, но тем не менее, какой-нибудь древний человек, который искренне верил в подвиг Иосифа Римофейского, собравшего капли крови Христовой, мало чем отличается от современного какого-нибудь неоязычника, который хочет сделаться чашей для вмещения мокоши или перуна. Есть и какие-то еще вопросы? Вопросы вроде бы уже закончились. Отлично, тогда мы на этом и завершаем, и в следующий раз у нас будет такая серьезная лекция, лекция как раз интеллектуальная, посвященная тузу мечей, и вот там мы посмотрим как раз именно систему соответствий КТ, потому что это будет уже рациональный взгляд на эту сферу, а не некое эмоциональное введение в нее. Ладно, тогда всех благ и до новых встреч на этот раз уже не через неделю, а в следующую пятницу. То есть не в эту пятницу, а в следующую пятницу. Всех благ! Спасибо вам, всех благ! Игорь Негода! Игорь Негода! Субтитры создавал DimaTorzok